Треугольник – это фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, и трех отрезков, попарно их соединяющих. Вот так одна пара, так и так. Еще раз. Треугольник – это фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, и трех отрезков, попарно их соединяющих. Почему точки не должны лежать на одной прямой? Ну, потому что если вы возьмете три точки на одной прямой, допустим, раз, два и три, и попарно соедините их отрезками, то вы просто получите один отрезок. Поэтому обязательно в определении говорить не лежащих на одной прямой. Это то, что часто забывают. Но так как треугольник состоит из точек и отрезков, как обозначаются точки и отрезки мы с вами знаем. У нас есть три точки, каждая обозначается заглавной латинской буквой, ну а отрезки с помощью точек уже обозначены. Вот такая фигура называется треугольник. Почему фигура называется треугольник, я надеюсь, понятно. Три угла. Вот они, раз, два и три. Поэтому треугольник. По аналогии как раз-таки с углом, наши точки называются вершинами треугольника. Ну, потому что вот он угол, это его вершина. Вот он угол, его вершина, угол вершины. Значит, это вершина треугольника. Также по аналогии с углом. Если рассматривать этот угол, это вершина, а это его стороны. Но только если бесконечные будут лучи. Поэтому это называется стороны треугольника. Ну и третье, естественно, тоже. То есть, еще раз. А, В, С. Это у нас вершины треугольника. Отрезки А, В, В, С и А, С. Это стороны треугольника. Ну и углы. Давайте через одну букву сейчас назову. Ну, потому что понятно, что если я бы угол А, то говорю про этот угол треугольника. Других тут нет. И есть также углы. А, В и С. Треугольник у нас обозначается через три вершины. Причем неважно, в каком порядке их писать. Давайте просто напишем в алфавитном. Тогда данный треугольник у нас будет называться треугольник А, В, С. И так как наше обозначение снова состоит из трех букв, так же как и угол. И чтобы было понятно, о чем идет речь, перед названием треугольника ставится условный значок треугольника. Просто маленький вот такой треугольничек. Тогда это будет считаться треугольник А, В, С. Я сделал три копии исходного треугольника. И сейчас мы с вами узнаем, что такое медианы, бисерклис и высота треугольника. Начнем с медианы. Медианы переводятся как середина. Середина может быть только у стороны. Поэтому давайте, например, на нижней стороне отметим середину. Ее длина 6 клеток, середина, значит, вот будет здесь. Чтобы показать, что эти отрезочки равны, их надо одинаково обозначить на чертеже. Как пример я вам показывал, можно обозначать одной черточкой посередине отрезка. Но на самом деле можно обозначать так, как вашей душе угодно. Например, я хочу обозначить вот так. Обозначение одинаковое, значит, эти отрезочки равны. Так вот, медиана треугольника – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с середины противоположной стороны. Еще раз, медиана треугольника – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Бисерктриса. Би-2, например, бинокль. Две трубки. Серктриса рассекающая, то есть рассекающая на 2. Давайте, прежде чем говорить о бисерктрисе треугольника, введем определение бисерктрисы угла. Пусть у нас есть какой-то угол. Бисерктриса угла – это луч, который выходит из вершины угла и делит его пополам. То есть вот этот уголочек равен вот этому. Поэтому называется бисерктриса – рассекающая на 2. Вот этот луч сейчас рассекает наш угол на 2 равных угла. Еще раз, бисерктриса угла – это луч, который выходит из вершины угла и делит его пополам. Бисерктриса треугольника – это почти то же самое. Это отрезок бисерктриса угла, заключенный между вершиной треугольника и противоположной стороной. Раз это отрезок бисерктриса угла, значит, вот эти уголочки тоже будут равны. Вот тут надо обратить внимание, бисерктриса угла – это луч, значит, она бесконечна. А бисерктриса треугольника – это отрезок, который начинается в вершине треугольника и заканчивается на противоположной стороне. Еще раз, бисектриса треугольника – это отрезок бисектриса угла, заключенный между вершиной треугольника и противоположной стороной. Ну и последнее, самое интуитивно понятное – это высота треугольника. Высота треугольника – это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону. Раз перпендикуляр, значит здесь прямой угол. Это достаточно простое определение. Ну, допустим, у вас есть какой-то объект, и вы хотите измерить его высоту. Понятно, что вы возьмете линейку и приложите вот так, чтобы измерить его высоту. Вы не приложите так, не приложите еще как-нибудь, а именно вот так. То есть перпендикулярно по, ну, в данном случае, моей руке, которая выступает по верхности. И понятно, что вот здесь вот, вот здесь вот у нас будет прямой уголочек, когда мы вот эту линейку представляем, иначе мы высоту не измерим. Поэтому здесь тоже у нас прямой угол. Поэтому высота – это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону. Или ее продолжение. Тут встанет вопрос, о каком продолжении идет речь. Но это для данного чертежа у нас высота попала на противоположную сторону. Но ведь треугольники бывают не только такие. Если мы, например, возьмем тупоугольный треугольник, когда вы строите какие-то фигуры, то вначале всегда отмечайте точки. Не надо сразу рисовать треугольник, иначе это будет очень неровно. То есть я вначале отмечаю три вершины. Конечно же, на пересечении наших линий. Допустим, раз, два и три. И вот теперь эти вершины соединяем между собой отрезком. Тек. Тек. Ну и здесь очень большой отрезок. Давайте так, шесть, четыре, знаете, три, два. Вот через эту точку тоже пройдет, чтобы было поточнее. Ага. Вот такой вот у нас треугольничек. И если мы сейчас захотим вот из этой вершины опустить перпендикуляр на противоположную сторону, то у нас это никак не получится. Ну потому что здесь сейчас угол тупой. А если мы начнем проводить так, то он станет еще тупее. А перпендикуляр, ну тут по клеточкам это видно, вот так надо сделать, чтобы был перпендикуляр. Но на эту сторону мы попасть не можем. Мы можем попасть только если ее взять и продолжить. Поэтому давайте ее продолжим. Так, так, так. И вот тогда у нас снова будет перпендикуляр. То есть еще раз, высота это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону или ее продолжение. Но мне больше нравится другое определение, которое сразу будет себя включать в оба случая, не надо их разделять. Высота это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на прямую, содержащую противоположную сторону. Но прямая у нас бесконечна. И поэтому, если мы через противоположную сторону, что здесь проведем прямую, перпендикуляр на нее попадет? Что здесь проведем прямую, перпендикуляр на нее попадет? То есть, высота это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на прямую, содержащую противоположную сторону. Но на самом деле есть еще один случай, когда у нас вот этот угол будет не острый, не тупой, а вообще прямой. Опять же, вначале отмечаем точки и потом уже проводим наш треугольник. Так, тут у нас сколько? 6,4, значит 5,3,2. Вот она промежуточная. Вот так. Ну, давайте сразу отметим, что вот здесь прямой угол. И пусть нам теперь нужно опустить высоту вот из этой вершины. Но высота это перпендикуляр, а перпендикуляр у нас уже опущен, значит высота в данном случае совпадет со стороной треугольника. Вот она будет высота. Еще раз бегло. Треугольник это фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, и трех отрезков, попарно их соединяющих. Точки А, Б и С называются вершины треугольника. Отрезки А, Б, Б, С и А, С называются стороны треугольника. И есть также углы А, Б и С. Угла у нас три, поэтому фигура называется треугольник. Треугольник обозначается через название его вершин, перед которыми обязательно нужно поставить значок условного обозначения треугольника. Медиана это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Биссектриса рассекающая надво. Биссектриса угла это луч, который выходит из вершины угла и делит его пополам. Биссектриса треугольника это отрезок. Биссектриса угла заключенный между вершиной треугольника и противоположной стороной. Высота это перпендикуляр опущенный из вершины треугольника на прямую содержащую противоположную сторону. Ну и последнее, что было бы здорово обсудить. В треугольнике у нас с вами три вершины. А значит, медиан, биссектрис и высот в каждом треугольнике у нас тоже три. Давайте их сейчас отметим в каждом треугольнике, потому что с этим иногда тоже бывают трудности. Чтобы отметить медиану, нам для начала нужно найти середину стороны. Ну, для этой понятно, как сделать. А как сделать, допустим, для этой? На самом деле, все достаточно просто. Она у вас сейчас по вот этому измерению занимает две клетки. А значит, ее середина обязана быть через одну клетку. Что с одной стороны, что с другой. Если мы, например, отсюда одну клетку пройдем, то значит, вот она будет наша середина. То же самое можно было сделать с другой стороны. Одну клетку прошли, вот она середина. То же самое можно было сделать вот по вот этому измерению. Здесь у нас четыре клетки, значит, середина это два. Прошли две клетки, Вот она середина Ну или с другого конца прошли две клетки Вот она середина Тут аналогично Ну тут у нас вообще легко 4 по диагонали Значит середина это 2 по диагонали Это у нас середины двух оставшихся сторон Отмечаем, что отрезки равны Ну какие-нибудь условные обозначения Допустим, тут я делаю вот так А тут я делаю вот такую вот фигурку И все, осталось провести медианы Так, и вот так Если у вас верный чертеж То три медианы треугольник Обязаны пересечься в одной точке Про этот факт мы с вами поговорим в восьмом классе Но для построения чертежа Он вам может помочь Теперь бисектрисы Тут конечно будет посложнее Потому что надо угол делить Примерно пополам Делается это на глазок Ну давайте попробуем Вот как-то так Ну и третья бисектриса Давайте вначале третью проведем Потому что Три бисектрис треугольника Тоже должны пересекаться в одной точке Если мы увидим, что Третья бисектриса будет не похожа То возможно мы провели что-то не так Переделаем В принципе у нас две точки уже есть Если вы этот факт знаете Вот раз, вот два Можно ее провести И посмотреть похожа ли она на бисектрису Понятно, чуть-чуть не точно Но тут это и не требует Осталось обозначить Что это действительно бисектрисы То есть уголочки будут равны Вот здесь И вот здесь Ну и последние высоты Вот это почему-то вызывает У многих сложности Не знаю почему Очень сложно ребятам Построить перпендикуляр Здесь и стороны Вот расположены вот так А не вот так Вот так понятно Тут даже по клеточкам видно А вот так вот Как построить перпендикуляр Ну давайте разбираться Вам нужно провести прямую так Чтобы она была перпендикулярно этой То есть Если от этой стороны идти То пойдет Ну условно Где-то вот так Вот так Вот так только будет прямой угол А теперь вам нужно сделать это Не от этой стороны Не восстановить перпендикуляр От стороны А из этой точки Опустить перпендикулярно Эту сторону Но пойдет он все равно так же Вот так же Как этот луч идет То есть вот как он примерно идет Вот если вы это понимаете То с этим проблем не будет Ну давайте попробуем Вот как-то так Давайте пройдем третьей высотой Посмотрим Похоже или нет Потому что и высоты треугольника Тоже обязаны пересекаться в одной точке То есть вот они две точки Давайте попробуем Посмотрим Похоже на высоту Похоже Ну в целом да В целом можно сказать Что здесь прямой угол И здесь прямой угол В целом похоже Если вдруг у вас не похоже Ничего страшного Просто берете ластик Стираете и пытаетесь Сделать точнее У вас же это Карандашом будет строиться Так что никаких проблем Ну и давайте Достроим еще высоты Для ту поугольного И прямоугольного Треугольников Потому что Здесь все Достаточно интересно Медианы и бисектрисы Неважно какой у вас Треугольник Строятся всегда одинаковы То есть Медиане вы делите Сторону пополам Бисектрисы вы делите Угол пополам В высотах Происходят Гораздо более Интересные вещи Давайте начнем С самого интересного Вот из этой вершины Я хочу опустить высоту Во-первых Надо понять Где противоположная сторона Вот она И понятно Что из этой вершины Если мы начнем Опускать перпендикуляр Он пойдет Как-то вот так И ни на какую Противоположную сторону Он не попадет Поэтому надо Для начала Продолжить Вот как-то так И теперь давайте Опускать перпендикуляр Вот как-то так Он пойдет И вот будет Прямой угол И самое интересное Что в данном случае Продолжение Высот треугольника Тоже обязаны Пересекаться В одной точке Сами высоты Ну понятно Не пересекаются Но их продолжение Обязаны Пересечься В одной точке Давайте мы это вначале Сделаем Прежде чем будем Строить Третью высоту Вот так вот И если мы сделали Все правильно То значит Вот через эту точку И через эту точку Проходит продолжение Высоты треугольника Давайте посмотрим Похожее это Или нет Так 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 И вот высота идет Ну вроде похоже То есть Зная факты Что Три медиана Треугольника Три бисектрисы Треугольника И три высоты Треугольника Или их продолжение Пересекаются В одной точке Вы всегда можете Проверить правильность Своего чертежа Ну и последнее Прямоугольный треугольник Тут на самом деле Проще всего Потому что Одна высота Совпадает со стороны Треугольника Вторая высота Совпадает со стороны Треугольника Ведь здесь у нас Опять прямой угол Ну а третья высота Она просто начинается Из этой точки Из вершины Значит они уже Пересеклись Осталось только Хорошо провести Перпендикуляр Вот к этой стороне Ну давайте попробуем Так Как так Вот он будет Прямой угол Ну можно С этой стороны Отметят Не важно